Перед нами ноутбук HP Patskart Bell, модель NT11HC. Данный ноутбук нам предстоит восстанавливать. Немножечко расскажу о том, какие он имеет повреждения. Значит, во-первых, на вид он очень сильно потрепан. Данный товарищ очень сильно устал. Сбоку мы видим, что оторвана крышка дисковода. Открываем крышку. И видим, что отсутствует клавиатура. А если вернее сказать, клавиатура присутствует наполовину. Или отсутствует наполовину. Вырвана верхняя часть вместе с кнопками. А также оторван шлейф. Также выяснилось, когда его запустили, он, кстати, работает, что не работает тачпад. Вообще не работает ни сенсор, ни кнопки мышки. Также не работают некоторые USB-шники. И это не мудрено. Они очень сильно засорены, а также окислены. Есть также проблемы с операционной системой. Но это уже второстепенная беда, потому что это мы легко устраним. В отличие от этого всего. Также я сейчас покажу все-таки, что он запускается. Также по-быстрому расскажу последовательность плана действия нашего. Ну вот, присоединили его к питанию. Включился он без проблем с первого нажатия. Итак, установлено Windows 8 на данном агрегате. Так, я уже говорил, ничего не работает. Ни мышь, ни клавиатура, естественно, некоторые USB-шники. Но в целом, возможно, мы его исправим. Насчет плана действий. Что мы сделаем? Во-первых, вычистим его полностью. Заменим клавиатуру. Посмотрим, что там с мышью. Если будет такая возможность, то отремонтируем. Вычистим USB-шники. Может и заработают. Ну и пока что все. Пришла наша посылочка из Китая прямиком. Клавиатура для ноутбука нашего. Коробочка немножечко помята. Ну что, вскроем и посмотрим, что с ней. Ну что ж, распаковали клавиатуру. Очень аккуратненько. Ну, вроде бы, механических повреждений никаких не видно. То есть, дошла она вполне в хорошем состоянии. Сейчас будем устанавливать на ноутбук. Прежде всего, нам необходимо проверить новую клавиатуру. Для этого снимаем остатки старой клавиатуры. Это делается очень просто. Здесь есть такие замочки. Которые необходимо утопить. И сверху поднимать клавиатуру. Тут их 4 замочка. Точнее, извиняюсь, 5 замочков. Поднимаем клавиатуру. И аккуратненько отсоединяем ее. Кстати говоря, сзади винтов на этой модели нет. Поэтому клавиатура ничего не держит, кроме замочков. Как выяснилось. И будьте осторожны, не оторвите шлейф. Ну, в данном случае, конечно, жалеть нечего. Но все-таки. Сниму и продолжим. Итак, клавиатуру приподнял. Аккуратненько отсоединяем шлейф. Шлейф отсоединяется очень простым способом. Вытаскивается замочек вперед. С этой стороны. И шлейф выскакивает. Присоединяем новую клавиатуру. И включаем компьютер. И пробуем, работает ли новая клавиатура. Шлейф установлен на место. Замочки защелкнуты. Клавиатуру пока я не ставлю на место. Потому что ноутбук очень сильно либо был залит, либо не знаю. Его нужно весь чистить. Поэтому просто лажу клавиатуру. Запускаю компьютер. Сейчас проверим ее и продолжим. Итак. Клавиатура работает. Полностью проверять ее не буду. Будем надеяться, что работает она вся. Разбираем ноутбук HP под Скартбелл NT11. Прежде чем его разбирать. Достаем аккумулятор. Откладываем его. Далее откручиваем два винта и снимаем большую крышку. Затем откручиваем винт и снимаем маленькую крышку Wi-Fi. Далее по периметру откручиваем винты. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. А также по всей площади расположились еще винты. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Под аккумулятором тоже есть маленькие винтики. Раз. Два. Три. Их откручиваем тоже. А также под этой крышкой тоже могут быть винты. Но сначала сделаем эту процедуру. Затем продолжим. Итак. Чуть не забыл сказать. Когда выкручиваете винты. В принципе вы можете их сразу же раскладывать так, как вы их выкручивали. Чтобы потом не запутаться. Потому что все они имеют разный диаметр, разную резьбу, разную длину. Некоторые из них подписаны. А некоторые нет. Такие как на корпусе. Также обнаружилось, что здесь нет винтов на жестком диске. Скорее всего здесь уже было какое-то вмешательство. Кстати, модуль Wi-Fi оказался здесь. А что находиться должно здесь, непонятно. Потому что здесь пусто. Возможно здесь какой-нибудь Bluetooth модуль дополнительный. Либо что-либо еще. Ну ладно. Выкручиваем все остальные винты. Также выкручиваем под крышкой еще винты. Два штуки. Если необходимо, откручиваем винты от жесткого диска. И продолжим. Все винты выкручены. Так, данный винт отвечает за дисковод. Поэтому сейчас, следующим этапом, достаем дисковод. К сожалению, без крышки будет оставаться тяжело. Ничего, вытащу как-нибудь. Снимаем жесткий диск. Я уже говорил, что он здесь был откручен. Не знаю, кто и что здесь делал. Отсоединяем модуль Wi-Fi. Чтобы он не мешался. Ну и пока что все. Итак. Все винты выкручены. По всему периметру. Не забудьте, напомню, под крышкой выкрутить винты. Иначе вы просто не снимете, не разберете корпус. Здесь находятся винты. Раз, два, три, четыре. Четыре винта. И два маленьких здесь. Потом переворачиваем ноутбук, открываем крышку. Клавиатура уже снята. Отсоединяем вот этот вот шлейф. Таким же способом замочек отодвигаем. Вытаскиваем шлейф. По-моему, одного шлейфа достать здесь будет достаточно. А, нет, подождите, вот еще тачпад. Так, два шлейфа. И пробуем снять крышку. С помощью пластиковой карты отсоединяем корпус. Я уже это сделал. И поднимаем его. Смотрим, ничего не соединено, ничего не мешает. И убираем крышку. В сторону. Видим, какую картину. Значит, все очень грязно, все очень пыльно. Видимо, ноутбук еще и заливали. Про USB-шники я уже говорил, что они окислены. Поэтому, наверное, и не работают. Что делаем сейчас? Сейчас отсоединяем все шлейфы. Сейчас скажу, какие. Итак, какие шлейфы отключать? Значит, дополнительные USB-разъемы. Раз. Этот шлейф. Динамики. Два шлейфа. Монитор. Третий шлейф. Четвертый. Еще один динамик. И также еще модуль Wi-Fi. Мы забыли же с вами отключить. Переворачиваем ноутбук. Откручиваем модуль Wi-Fi. Отсоединяем провода. Запомните, в какой последовательности они подключены. И высовываем их через крышку. Пока делаем это и продолжаем. Шлейфы отключены. Теперь откручиваем несколько винтов. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так, пять винтов. Откручиваем их. И можно будет снять материнку. Открутил. Приподнял материнку. Все делается очень просто. Не переживайте. Затем обнаружил, что здесь еще есть один шлейф. Его тоже необходимо вытащить. После чего мы без проблем ее отсоединим от корпуса. Материнская плата. Сейчас будем делать следующее. Во-первых, нам нужно ее почистить. Очень хорошо почистить, потому что она была залита, она в окислах. И непонятно вообще, что происходило с этим компьютером. Пока что систему охлаждения отсоединять не будем. Будем ли менять термопасту, не знаю, но может поменяем. Но пока что нужно вычистить материнку досконально. Вместе с USB разъемами. И со всеми остальными разъемами. Для этого нам понадобится щеточка зубная. Любой спирт, содержащий раствор. В моем случае вот такой вот. Ну, не важно, любой. И аккуратненько вычищаем, ничего не повредив. После чего продолжим. Что ж, основная чистка завершена. Единственное что. Все-таки, чтобы нормально всю полностью уже вычистить, нужно снять систему охлаждения. Оперативную память. Оперативная память снимается очень просто. Здесь есть лапки. Их нужно оттянуть с обоих сторон. И память сама выскочит. Единственное, потом не перепутайте, какой стороной ее вставлять. Я думаю, это будет сложно сделать. Так, систему охлаждения откручиваем. Четыре винта здесь. Кстати, когда будете собирать систему охлаждения, я сразу скажу. Имейте в виду, что здесь есть цифры. И нужно будет по очереди затягивать эти винты. Сначала по диагонали, а когда уже туго пойдет, по очереди. Первый, второй, третий, четвертый. Точнее, оно все время получится по диагонали. Первый, второй, третий, четвертый. И так далее. Также откручиваю винты. Раз, два и три. Чтобы снять систему охлаждения. Делаем и продолжаем. Итак. Сняли, в общем, половину системы охлаждения. Это радиатор. Сам кулер снимается, открутив три болта. А также достаем шлейф вентилятора. Теперь мы можем спокойненько снять. Чтобы почистить изнутри вентилятора, здесь есть маленькие такие шурупы. Четыре штуки. Их открутить надо и почистить. Я показывать это все не буду, потому что это бессмысленно. Потом меняем термопасту. Я еще покажу, как это. И все вычищаем и продолжим. Системная плата почищена. Система охлаждения вычищена. Сейчас с помощью ватного диска и обезжиривателя обезжириваем поверхность радиатора и процессора аккуратненько. Наносим новую термопасту на процессор слоем в один миллиметр. С помощью кулечка на пальце. Либо пластиковой карточки. Либо просто пальцем можно. Если у вас чистые руки. И собираем все в обратной последовательности. Итак, чищу корпус. Чищу дополнительные USB-шники. И вижу, что по крайней очень сильно загнуты. Надо их сейчас выгнуть немножечко. Маленькой отверткой. И дочистить до конца, чтобы полкисла не осталось. Потом дочищаем корпус и будем собирать. Наш ноутбук очищен полностью. Убедитесь, что вы закрутили все винты. Убедитесь, что вы подключили все шлейфы. Если вы что-то забыли, пересмотрите видео еще раз. Крышки все зачищены. Собираем все в обратной последовательности. Подключаем все шлейфы. Собираем. И будем смотреть, что у нас вышло. Ноутбук собран. Не рекомендую закручивать сейчас все винты. Переворачиваем его. Почему не закручивать винты? Да потому что попросту мог сыграть человеческий фактор. И вы могли что-либо забыть бы. И вам придется его заново разбирать. Сейчас открываем, подключаем его к сети. И проверяем. Итак, ну что ж. Клавиатура работает. Мышка заработала. Кстати, что было с тачпадом? Просто-напросто был плохо вставлен шлейф. Видимо, после вмешательства какого-то человека было все сделано некачественно. И собрано обратно все плохо и неправильно. USB-шники все работают. Вот мышку подключаю. То есть, по сути, восстановление ноутбука HP Patscard Bell успешно завершено. Всем спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...